Если перхнет свет в окошке Кто из нас в детстве не мечтал завести собаку? Дрессировать и учить четвероногого друга, весело играть с ним, бегать на перегонки по полям и лесам, доверять свои главные секреты, чувствовать себя защищенным в любой ситуации и, конечно же, любить и быть любимым. Собака – единственное существо на свете, которое любит тебя больше, чем себя, сказал когда-то известный американский писатель Джош Биллингс. И с этим трудно не согласиться. Собака сопровождает человека с далекой древности. По результатам последних исследований люди приручили потомков волков и шакалов чуть ли не в начале палеолита. Собака стала первым домашним питомцем благодаря своей сообразительности, обучаемости, великолепным охотничьим навыкам и умению общаться и жить в группах. Изначально лишь охранники и помощники на охоте, позднее собаки стали значить для человека гораздо больше. Когда древний человек перешел на оседлый образ жизни и стал разводить скот, собака оказалась умелым помощником пастуха. Хорошо обученная собака и скот помогала сгонять и от хищников стада защищать. Когда встала проблема санитарии первых жилищ, появились собаки-крысоловы, уничтожавшие грызунов тысячами. С вопросом кочевки-стойбищ стали востребованы ездовые и упряжные собаки, чья проходимость была выше, чем у крупных животных, а чутье и инстинкт заменяли компас, причем зачастую в тяжелейших условиях. Были в истории и совсем уж необычные на сегодняшний взгляд специализации четвероногих питомцев. Так в Англии 16 века существовали вертельные собаки, которые работали на кухне. Животные, запряженные в особый механизм, были обязаны вращать огромный вертел, на котором жарились мясные туши. Также в свое время собак в разных странах использовали для приведения в движение механизмов маслобоек, молотилок, насосов и швейных машин. Уже из записей, сохранившихся со времен Древнего Рима, Древнего Египта и Древней Греции, мы знаем о существовании самых различных видов собак, отличающихся по внешним характеристикам и специализации. Сегодня же только официальных пород насчитывается более 400, и их число растет с каждым годом. Почему же из всех видов одомашненных животных именно собаку человек гордо именует другом? Способности и поведение собак, заложенные на генетическом уровне, а также многовековая эволюция вместе с человеком, стали этому причиной. По интеллектуальным способностям собаки находятся на уровне трехлетнего ребенка, уступая в этом лишь человекообразным обезьянам и дельфинам. Но последних сложно содержать дома в качестве питомца и помощника. Собаки способны великолепно понимать интонацию и выражение лица человека и определять его намерения. Они запоминают и узнают на слух многие слова, умеют следить за тем, куда смотрит человек и пользуются этим при взаимодействии с ним. Все это позволило собаке стать по-настоящему нашими партнерами во многих сферах деятельности. Во время войны собаки героически служили человеку, выходя в разведку, обезвреживая мины, подрывая танки, вытаскивая раненых с поля боя, доставляя почту и таская грузы. И все это зачастую ценой своей жизни. Собаки внесли свой вклад и в освоение космоса. Все знают знаменитых Белку и Стрелку, а ведь до них летали и участвовали в экспериментах ракетно-космической отрасли еще более 30 собак. К сожалению, из этих подопытных далеко не все выжили. Сегодня караульные и разыскные собаки работают на границе, выслеживают преступников, разыскивают наркотики, оружие и контрабанду. Собаки-спасатели служат в МЧС и трудятся порой в самых невероятных условиях и горячих точках, ища и спасая людей из-под завалов и из воды после землетрясений, взрывов и техногенных катастроф. Собаки-поводыри несказанно облегчают жизнь инвалидам, слабовидящим и слабослышащим людям. А собаки-канистерапевты помогают пациентам справляться с множеством заболеваний, от неврозов и депрессий до аутизма и проблем с сердцем. Помимо этого, существуют тысячи и тысячи беспородных и не отличающихся какими-либо сверхъестественными способностями собак, которым можно сказать спасибо только за то, что они просто любят своих людей и спасают их от одиночества, являясь порой лучшими психотерапевтами, уча детей и взрослых быть общительнее, человечнее и добрее. Международный день собак, неофициальный праздник, который отмечается ежегодно 2 июля, стал логичным проявлением уважительного отношения человека к своему многовековому спутнику. Субтитры создавал DimaTorzok